Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова, я веду нежную нейрофизиологическую гимнастику по методу Фельденкрайда. То, как формируется наша осанка, зависит от неких закономерностей нашего движения и распределения веса тела. В норме две трети веса нашего тела располагаются кпереди от позвоночного столба, поэтому мы все время находимся в состоянии переднего наклона и имеем тенденцию сутулиться. С возрастом и в силу вредных привычек неправильного положения за столом, когда мы сидим, формирует тенденцию к сутулости. Из-за того, что у нас есть функциональная асимметрия, доминантная рука, опорная нога, в нашем теле появляется тенденция к одностороннему наклону. И если это усугубляется вредными привычками, например, держать телефон у одного уха, носить вещи в одной руке, стоять привычно на одной ноге, то эта тенденция к одностороннему наклону усугубляется. По мере того, как сформировалась сутулость, слем за ним появился боковой наклон, позвоночный столб ищет способы компенсировать эту асимметрию и начинает скручиваться. Скручивающие движения в норме у нас присутствуют, когда мы ходим. Тазовый пояс в ходьбе вращается относительно плечевого. Если наша походка асимметрична в силу того, что мы с вами подвернули ногу или в силу того, что почему-то болит плечо, эта скрученность в нашем теле фиксируется и приводит к асимметрии осанки с формированием так называемой S-образной дуги. Когда наклон в шее и в грудном отделе, например, присутствует в одну сторону влево, а в пояснице в противоположную справа. Для того, чтобы восстановить нарушение осанки и правильную гармонию движения, нужно действовать в обратной последовательности. Сначала убрать элемент скрученности и восстановить правильный рисунок ходьбы, потом выровнять асимметрию право-лево, перераспределив вес тела симметрично на одну и другую ногу, выровняв равновесие со стороны плечевого пояса, и после этого заняться элементами сутулости, чтобы выпрямить спину и вытянуть в общем позвоночный столб. Все это можно сделать при помощи гимнастики по методу Фильденкрайза, которая восстанавливает рисунок движения, гармонизирует его и влияет положительно на осанку. Присоединяйтесь к урокам на сайте фильденкрайзспб.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова